Встречаемся с депутатом Европейского парламента Андреем Мамыкиным и задаем ему вопросы, потому что мы хотим знать, что происходит в Европе и чего нам опасаться или ждать в ближайшем будущем. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. У всех на слуху вот эти страшные события, которые произошли в Париже, вот эти жуткие события, когда террористы могли расстреливать ни в чем не повинных людей прямо в центре города, возникает многих людей, возникает вопрос, как такое могло быть в Европе и вообще может ли Европа себя защитить? Знаете, я вначале хотел бы все-таки, хотя может быть никто из французов и не смотрит эту передачу, а может быть и смотрит, кто его знает, но я хочу просто поделиться своими соболезнованиями и сказать, что я тоже часть Парижа, я тоже очень люблю Париж и Францию, и для меня эта трагедия, она почти как личная, потому что ужасно в ней все. То, что погибли люди, которые пришли отдыхать, то, что погибли люди, я вот накануне смотрел, просто их фотографии, они уже есть в сети, в социальных сетях, в интернете. Один молодой парень-композитор написал музыку к известному фильму, другой известный архитектор, третий дизайнер, четвертая спортсменка пришла с подругой послушать концерт. И ведь как чертовски подло было спланировано, даже вот акцией не хочется назвать, это зверство, что под ударом оказались и жизнь свою отдали люди в таких знаковых вообще для европейского образа жизни местах. Вот люди в пятницу вечером в ресторане, или люди пошли на концерт, или люди как-то вот, они живут, и оказывается, эта секунда в их жизни оказалась самой последней. Ваш вопрос, как так могло произойти, в последние дни задают многие, и чаще, и чаще, потому что нет ответа на этот вопрос, такого рационального. Есть эмоциональные, безумно жалко людей, но как-то пытаешься хвататься за какие-то факты, и все в общую картину не складывается. Вот давайте сейчас с вами вместе эти факты собирать. Во-первых, за этот теракт ответственность взяло исламское государство. Это террористическая организация, которая, на мой взгляд, представляет самую-самую большую опасность на планете, не только в Европе. Это люди, которые провозгласили, что верные и неверные, есть правильные и неправильные, и неправильные, их нужно уничтожать. Мы с вами принадлежим к неправильным, независимо ни от чего. Это люди, которые уничтожают целое государство на Ближнем Востоке и обращают в духовное рабство тысячи человек. Вроде же профессиональные спецслужбы у Франции, французская полиция особенно хорошо всегда традиционно отличалась серьезной работой и получением агентурных сведений, работой с агентурой. Во всех коммунных, во всех местах таких социально уязвимых у французской полиции были свои осведомители, информаторы, и сейчас это не сработало. Многие люди говорят, что виноваты беженцы. Вот если бы их не запустили, не было бы теракта. Я, честно говоря, совершенно не хочу связывать беженцев и террористов, потому что подавляющее большинство людей на 99%, те, которые приезжают в Европу или просят убежище, в основном из Сирии, они бегут от войны, от голода, от лишений, но они не бегут убивать тех, кто там живет в Европе уже десятилетия и столетия. Есть версия о том, что эти террористы, они специально хотели посеять панику не только своими террористическими действиями, но и тем, что они могут проникнуть на территорию Европейского Союза с помощью, собственно, под видом беженцев, и тем самым посеять недоверие к вот этим людям, которые, может быть, действительно нуждаются в поддержке. Да, было такое желание у них не только уничтожить более 120 человек и почти три сотни даже больше тяжелораненых, там совсем тяжелораненых под сотню человек, но 300-350 пострадали в той или иной степени, а морально пострадала и вся Франция, и весь Европейский Союз. Но люди хотели стравить, они хотели, чтобы началась резня, чтобы французы или европейцы, белокожие люди начали ненавидеть темнокожих, выходцы из Франции начали ненавидеть выходцев с Ближнего Востока. И это огромная проверка Европейского Союза на прочность. Мне так представляется. Потому что как только мы подадимся вот этой панике, это значит, они победили. Вот одна из основных проблем, с которой столкнулись, скажем, те же самые спецслужбы, что, ну, две проблемы. Первая проблема, что часть из этих террористов, собственно, граждане Франции. То есть они не приехавшие, точнее, может быть, их там отцы или деды приехали, они родились во Франции, имеют французское гражданство, говорят по-французски свободно. Может быть, лучше, чем на своем родном языке даже. Создающий идеал для наших националистов, которые говорят, вот это есть идеал, как нужно, чтобы говорил по-латышски, чтобы делать. Вот все говорит. И гражданин, и по-французски говорит, и все равно. Может быть, имеет вообще нужно говорить о том, что Европа каким-то образом проигрывает идеологическую войну, идейную войну за души многих людей, которые проживают в Европе. Что Европе не хватает? Не хватает какого-то перчика, что может дать, например, современной молодежи радикальный ислам. Почему не только, скажем, те люди, которые изначально проповедовали ислам, но и, например, европейцы, которые вообще выросли в обыкновенных европейских семьях, едут в Сирию и становятся воинами ислама. Вот почему, собственно, не происходит ли так, на ваш взгляд, что Европа проигрывает борьбу за умы вот этих молодых людей? Вот давайте вначале об интеграции. Я помню, президент Латвии Вайра Вики Фрейберга была очень большой поклонницей именно французской модели интеграции. Более того, она часто говорила, что, согласно Конституции Франции, народ Франции един, и поэтому неважно, ты белокожий парижанин или ты темнокожий марокканец, или там ливанец, сириец, ты француз. Как только ты приезжаешь на территорию Франции или там из бывших завоеванных территорий приходишь, просишь французское гражданство, ты француз, никакое ты не этническое меньшинство, и главное — знать французский язык. Вот это хороший урок нашим доморощенным политикам, которые говорят, что латышский язык — это вообще гарантия безопасности. Это всего лишь инструмент, но никак не гарантия безопасности. Я не хочу проводить какие-либо параллели между парижскими событиями и ситуацией в Латвии, но ведь у нас ведь тоже огромное количество людей в Латвии прекрасно знают латышский язык, без акцента говорят, хотя они не латыши, они там русские, белорусы, но они не пользуются этим языком, потому что в людях какая-то обида, закопанная еще на уровне поколения их отцов и дедушек. Гражданство не дали, обманули в 1991 году, школу родную закрыли, пенсию уменьшили. Это же то, что накапливается и то, что передается из поколения в поколение, это сидит внутри. А теперь что касается проигрывает ли Европа. Мне кажется, Европе нужна всегда очень большая встряска, и, к сожалению, только вот такие кровавые, тяжелые события, трагические бесконечно, как террористические акты 13 ноября в Париже, заставляют людей как бы встряхнуться. Потому что я вот чувствую в последние недели дух солидарности. Люди как-то стали вообще на улицах по-другому говорить с друг другом чуть-чуть. Это нельзя заметить, если ты приехал на два дня в Брюссель. Но это можно почувствовать на уровне каких-то глаз, взглядов, каких-то слов. Даже коллеги здесь в Европарламенте как-то все друг с другом по-другому стали говорить, потому что, ну так, тряхануло. И даже депутаты стали понимать, что жизнь настолько хрупка, и настолько это, в общем-то, самая большая ценность, что ни одна концепция, ни один прекрасный доклад, никакие незамечательные поправки, которые там Европейский парламент принимает, не могут дать тебе стопроцентную гарантию, что завтра твоя жизнь не оборвется. Вот вопрос, который наверняка многие задают себе в Латвии. Ну хорошо, да, то есть террористические акты сейчас активно происходят с теми странами, которые являются, активно участвуют в антиигеловской коалиции, коалиции против исландского государства, взрыв самолета в России, парижские события, в Турции вот этот взрыв... В Беруте, в Ливане. В Беруте, да, то есть, в той части шиитской, которая поддерживает Асада. То есть все... Исламское государство объявило войну всем тем, кто идет на нее войной. Может ли, на ваш взгляд, есть ли какая-то информация, да, или вообще обсуждается, или может ли быть такой террористический акт в другой стране, которая вроде бы как активно не участвует, да, но в которой бы террористы хотели бы, пользуясь тем, что все уснули, да, то есть и спецслужбы, и общество, да, утеряли какую-то бдительность, может ли быть в таких вот маленьких странах, как в Латвии, да, в качестве такого показательного урока? Я никого не хочу пугать, но теракт может произойти в любой момент, в любой точке мира. В любой момент, в любой точке мира. Потому что оружие террористов — это наша слабость, наши страхи, посеянная паника среди нас. И самое главное, что в отличие от знаменитого человека с ружьем, террорист не ходит, как человек с ружьем. Он выглядит так же, как мы с вами. Он говорит на нашем с вами языке, без акцента. И мы никак не можем заподозрить, что этот милый, приятный человек, который там пять лет с тобой здоровается на твоей лестничной клетке, может быть причастен к террористическому акту. Ну, что должна сделать Европа? Каким образом измениться для того, чтобы, ну, не наступать на те же самые грабли, которые уже несколько раз наступило? Ну, смотрите, Сирия, Ближний Восток. Кто реально сейчас воюет с исламским государством? Реально воюет Россия. Я не европейские страны, я беру как бы третьи страны, да, в классификации Европейского парламента, третьи страны. С ИГИЛ серьезно и мощно воюет Россия, как страна в военном отношении очень сильная, нельзя это сбрашивать со счетов. С ИГИЛ воюет армия Башара Асада, который, возможно, не самый демократичный лидер. И говорят, от его режима настрадались многие беженцы, там, из Эритреи и так далее в свое время. Я тут в парламенте встречал людей, которые при Асаде селяли в тюрьмах, но сейчас и они его поддерживают. Воюет Иран, воюет Хизбалла, организация, которую Израиль, не только Израиль считает террористической организацией, но они реально мочат эту гадину террористическую, эту исламскую гниду. Вот самые разные страны, люди с абсолютно разными философиями объединились, чтобы против общего врага, чтобы этого врага не было, исламского государства, ИГИЛ, или там, ДАЕШ по арабскому акрониму. То есть, вот представьте, если объединились такие, ну, веками, так сказать, не очень дружно жившие страны, как Россия и Иран, у России с Персией всегда было очень сложно и непросто, то почему с Россией не может объединиться Европа? Ну, если у нас общий враг, если французские летчики и российские летчики могут вместе и американские летчики достичь большего с точки зрения военной кампании, на другое дело, вы меня спросите, что будет потом, и понятно, что нельзя только налетами с воздуха достичь цели, обязательно должна быть наземная операция, об этом сейчас очень спорят здесь, в Европарламенте, и кто будет участвовать в этой наземной операции, потому что кто бы не участвовал, эти люди тоже могут погибнуть. На самом деле, на конференции, которые вы устраивали в Европейском парламенте, как раз-таки была дискуссия по поводу того, и воспринимались с неким скепсисом европейские эксперты слова российских коллег о том, что, собственно, Россия боится именно возвращения вот этих так называемых добровольцев, которые не только из России, но и из Средней Азии, у которой с Россией фактически свободное передвижение, нет отсутствия границ, тысячи людей. То есть я был тому свидетель, как это воспринималось некоторой ухмылкой, вот эти слова, что это является одной из самых важных причин, почему Россия, собственно, вступила в эту военную стадию. И это было как раз-таки накануне событий в Париже. Конференция была 12-го числа, события в Париже произошли 13-го числа. Это фактически те люди, которые были в Сирии, вернулись и сотворили вот то, что они сотворили. Совершенно верно. Мне хочется отмотать пленку назад, и этих людей привести или перенести, экспертов, ораторов, представителей службы внешнеполитических действий сейчас или в любой день после 13-го ноября. И вот спросить их, они также считают, что у Путина там какие-то имперские амбиции, и больше ничего, и ни с каким ИГИЛом на самом деле он не борется. Я думаю, ответ будет диаметрально противоположный, потому что мы настолько попали в тему, делая эту конференцию, спасибо еще раз группе социалистов и демократов в Европарламенте, что мы попали в настроение, в настрой, потому что даже последовавшая потом большая хельсинская конференция, ну конференция по итогам сорокалития подписания хельсинского соглашения, как-то она зазвучала по-другому, потому что, ну все изменилось после Парижа. Всех тряхануло. Мои коллеги потеряли многие близких, друзей, я имею в виду депутаты из Франции, знакомых, которые были, хотя казалось бы, такая большая Франция, и там только 120 с лишним человек погибли, но на самом деле, ну нету чужого горя, каждый потерял от этого. И меняется вот это вот кардинальное настроение депутатов, которые скептически относились к России, потому что случай в Сирии доказывает, что нельзя победить исламское государство без России, нельзя победить без ее информации, без ее специальных служб, без ее армии, без ее участия. Но при этом понятно, что и Россия одна, это тоже не вытащит. Сколько бы денег не потратили, сколько бы вылетов не сделали самолеты, это можно сделать только вместе с европейцами и вместе с американцами. Да, вы правы, нету общей армии у Европейского Союза, и когда говорят, что надо бы это обсудить, создать армию, ну неизбежно скатываешься в вопрос, давайте что, создавать второе НАТО? Но ведь на самом деле есть отдельные, очень сильные армии у отдельных стран, у той же Франции, у Германии, у Соединенного Королевства. И тут ведь неважно, это там эскадрилья полетит целая, или Латвия пошлет двух инструкторов в Ирак, в штаб вот этой вот сформированной коалиции против ИГИЛа, куда входит Иран, Россия, где, в общем-то, сотрудничают уже, я знаю напрямую, российские и американские военные, российские и французские военные. Неважно, это рота солдат или один человек, тут каждая капля должна вот эту вот лепту в общее дело вносить. Я считаю, вот это вот очень важно. И мне кажется, есть сейчас такое понимание, что без России невозможно исламское государство победить, и Россия находится под такой же угрозой, потому что были за несколько месяцев до этого теракты в Москве предотвращены, и это не фейк, это действительно серьезная работа, которую провели специалисты из России, Средняя Азия или Центральная Азия, как в Европейском парламенте называют этот регион. То есть ведь не только Россия, но и Казахстан, и Таджикистан, и Туркмения, и Узбекистан очень сильно озабочены тем, что многие граждане этих республик сейчас воюют на стороне исламского государства. И рано или поздно они туда вернутся. Они вернутся домой и будут провозглашать... Это даже проблема, если будет разгромлено исламское государство завтра, например, как военное, как организация, то есть вот эти метастазы, они поползут по всему миру. Совершенно верно. И могут представлять значительную угрозу. Скажите, вот сейчас есть такая фрустрация, такое настроение в Европе. Есть определенные ценности. Например, здесь, в Европейском парламенте, очень болезненно относятся к тому, что спецслужбы наделяют какими-то дополнительными функциями, что спецслужбы могут больше смотреть личную переписку жителей, отслеживать какие-то данные. Мы помним, какой был большой скандал, когда Эдвард Сноуден разоблачил американские спецслужбы, которые на территории Европы очень активно работали и собирали данные о европейских жителей. Этому это очень болезненная реакция со стороны европейцев и многих политических партий. Как вы думаете, не изменится ли это сейчас? Не скажут ли теперь европейцы черт с ними, с нашими правами, правами человека, правами на наши данные, неприкосновенность наше жилище. Главное, обеспечьте нам нашу безопасность. Давайте дадим больше спецслужбам прав, полномочий, все, что угодно. Откажемся от того, за что мы держались, для того, чтобы была безопасность. Да, спецслужбам можно, и мне даже кажется, это мое личное мнение, нужно давать больше полномочий, но со спецслужб нужно жестко спрашивать, как вы используете эти полномочия. И не дай бог, это будет использовано так, как это делает в лучших, вернее, уже в худших, в лучших, в кавычках, традициях нашей полиции безопасности, иной раз, или бюро по защите Сатверсма. Вспоминаешь там давние истории 90-х годов, или начало 2000-х. И нам самое главное, нужно в Латвии прекратить бороться с мнимыми врагами. Потому что у нас полк майоров шагает за, например, Линдерманом, поскольку кажется же кому-то, что он во сне, возможно, про Путина подумал, это угроза для Латвии. То есть мы, вот я возвращаюсь к этому тезису, мы живем в нереальном мире, мы живем и боремся с мнимыми угрозами. Мы живем и думаем, вот, знаете, что за речка Зилупа, хотя на самом деле все уже совсем не там, то, что угрожает латвийскому обществу. И враг, который внутри нас, это в первую очередь наша гордыня, наша, собственно, глупость. И пусть педслужбы берут больше полномочий, но опять-таки пусть эти деньги не разворовываются правящими политиками, действительно будут потрачены на технику. Самое главное, пусть эти деньги будут потрачены на обучение специалистов, потому что у нас, ну, катастрофа, у нас крутейший дефицит нормальных, хорошо обученных кадров. И любой маломальский человек, который как профессионал вырастает в полицию, он тут же попадает в частную структуру. Он прекрасно работает в службе безопасности банка или какой-то корпорации, но очень хочется, чтобы он продолжал работать на государство. А государство для этого не должно смотреть на него как на пасынка. Оно должно достойно ему платить, оно должно мотивировать этого человека. И человек должен, в конце концов, быть горд за то, что он работает в специальной службе Латвийской республики или там в полиции, или в каких-то армейских формированиях. Это первое. Второе, нам нужно больше координироваться со всеми странами. Потому что, мне так кажется, у латвийских правых политиков таких, ну, американцы сказали можно, значит можно. Вот мы пошли там учения, провели еще что-то. Мы должны сотрудничать абсолютно со всеми странами, включая Россию и Иран. Я в этом уверен. Мы должны сотрудничать и брать передовой опыт израильских специальных служб, хотя и они после убийства премьер-министра Ицхак Арабина, как вы знаете, рейтинг израильских спецслужб тогда очень сильно упал. Но у них кровью, вписанной в историю Израиля, их опыт борьбы с терроризмом и эти знания бесценны. Мы должны сотрудничать со странами Северной Африки, с Египтом в том числе. Латвия, я имею в виду Латвия. Франция сотрудничает, там все хорошо. Мы должны быть более активны. Мы должны генерировать новые идеи и минимум на один шаг опережать террористов. Иначе, как обещало исламское государство, не дай бог, после Парижа будет теракт в Великобритании, а потом в Германии, а потом у них уже целый список стран, которые для них являются врагами. Вот как только мы это поймем, и я готов дать, как гражданин Латвии, больше полномочий специальным спецслужбам, но я хочу абсолютно быть уверен, что они сделают все, чтобы сохранить безопасность граждан и общества. Как ни парадоксально, кризисы укрепляют Европейский Союз. Кажется, да, они испытывают его на прочность, но с другой стороны, они его укрепляют. Например, экономический кризис, он привел к тому, что следующий шаг был сделан. Контроль, мы в прошлой передаче говорили, контроль за банками установленный, то есть за государствами, за действиями правительств, чтобы они не могли себе, как Греция, такую же устроить жизнь. Обнищение населения привело к введению социальных стандартов на уровне рабочего плана комиссии. Многие другие вещи, например, кризис на Украине, он привел к тому, что Европейский Союз начинает формировать Единый Эргетический Союз. Да, и на Белоруссию смотреть по-другому, которая помогла украинский кризис разрешить. Да, что они формируют Ергетический Союз для того, чтобы, ну, в том числе, чтобы не так зависеть от России, хотя недавно об этом не шла речь. То есть получается, что этот кризис, он должен привести к чему-то, к какой-то, наверное, больше координации действий спецслужб, как минимум. Ну, я не знаю, и опять начнется разговор, наверное, об создании все-таки какой-то единой оборонной политики в Европейском Союзе, да, или там Единый, которая может когда-то закончиться Единой Армией. Почему бы и нет? Потому что мы сейчас видим многие вещи, которые еще 10 или 15 или 20 лет назад казались совершенным безумием. Да, невозможно. Вполне возможно, что этот кризис, он может спровоцировать фактически, ну, не знаю, действия, что в конце концов будет создана когда-то, или, может быть, какая-то единая сеть спецслужб общеевропейских для борьбы с терроризмом, да, и может быть когда-нибудь в перспективе общая армия. Потому что, собственно, а что может сделать Европейский Союз, кроме как надеяться на то, что все-таки или Россия, или Соединенные Штаты, либо Китай проснется, например, да, что они вот в таких ситуациях, как сейчас сложилось в Сирии, да, получается, Европейский Союз страдает, Европейский Союз едут миллионы, миллионный поток беженцев, а сделать они ничего не могут, потому что нужна военная хирургическая операция. Ну, это мы возвращаемся к вопросу о федерализации Европейского Союза, потому что полицейские из Франции, даже если они не имеют информацию о готовящихся терактах на территории, предположим, Бельгии, они не могут, как полицейские Франции, как во Франции, работать точно так же на территории Бельгии. Это другая страна, другой государственный, совершенно суверенный, но нет границ, но все равно там запрос нужно послать, еще что-то. То есть, рано или поздно Европейский Союз придет не только к общей армии, но и к общей полиции. Есть уже сейчас организация Европол, но это больше, знаете, такой как бы европейский подвид Интерпола. Это не европейская полиция в том смысле, что латвийский полицейский может работать полицейским в Лондоне, и лондонский может вести расследование в Литве и Польше. Вот когда у спецслужбы такие полномочия, для этого ведь много-то денег даже не надо, нужно всего лишь, ну что ли, степень доверия повысить между странами, между соответствующими ведомствами. Вот почему бы этого раньше не делать? Это вроде как лежит на поверхности, вроде бы как очевидно. Почему бы не обмениваться информацией секретной? есть такая пословица русская, но она абсолютно иллюстрирует ситуацию в Европе, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот сейчас европейский мужик перекрестился, потому что грянул очень серьезный гром. И даст Бог, будем стучать по дереву, плевать через левое плечо, чтобы атаки в Париже были последними вообще в истории современной Европы. И вот картинка пресс-конференция растерянных министров внутренних дел Франции и Бельгии, пусть это будет последней позорной картинкой вообще в европейской телевизионной хронике. Потому что по-другому, ну нельзя по-другому. Ваши слова до Богу в уши, чтобы действительно этот теракт был бы последним и для того, чтобы победил здравый смысл, а не вот это желание разобщенности и, скажем, защитить себя от каких-то там своих же союзников. Спасибо большое, что пришли, что рассказали нам о культуральных событиях. Спасибо. Спасибо большое телезрителям телеканала Даутком. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова